Всем привет! Я знаю, что многие из вас любят и ждут на моем канале рубрику про молодых и перспективных российских игроков, которые получают футбольное образование в лучших европейских академиях. Сегодня мы пойдем дальше и обратим свое внимание на Соединенные Штаты Америки, где играет наш русский талантливый футболист Филипп Богданов. Этому парню всего 16 лет, а он уже сыграл за «Зенит», английский «Фулхэм», юношескую сборную России, а сейчас находится в системе одной из лучших футбольных академий Америки. Но перед началом ролика хочу напомнить, что партнером моего канала является самая надежная букмекерская компания «Марафон Бет». Ссылку на «Марафон» вы можете найти в закрепленном комментарии. Филипп Богданов родился 3 февраля 2003 года в столице Соединенных Штатов Америки, Вашингтоне. Его родители переехали сюда в 90-е, и именно отец привил маленькому Филиппу любовь к футболу. Его папа Юрий Богданов тренирует детскую команду. Маленький Филипп сначала смотрел на тренировки со стороны, а когда немного подрос, в 9 лет начал принимать активное участие в тренировочном процессе. Так начался футбольный путь Богданова-младшего, а уже через 3 года он покинул любительскую команду. Скауты Академии Бесезда нашли юного игрока и пригласили к себе. Для Филиппа это был шаг вперед. Вот здесь я хотел бы сделать небольшое отступление. Нужно понимать, что в Америке футбольные академии, где уже непосредственно готовят детей к профессиональному спорту, делятся на две группы. Те, кто привязан к клубу МЛС, и те, кто не имеют главной профессиональной команды. Причем все они играют в одних и тех же чемпионатах. То есть у детей есть реальная возможность конкурировать с лучшими футболистами их возраста. А конкуренция повышает средний уровень команд. Но меня больше удивило количество академий. Перед вами список футбольных школ, где занимаются ребята от 12 до 19 лет. Здесь есть и Академия Аякса, и Барселоны, и ПСЖ, и многие другие. А вот на этой карте отмечены 65 академий для девочек по всей стране. Неудивительно, почему сборная США является одной из лучших команд в женском футболе. А недавно они в четвертый раз выиграли золотые медали чемпионата мира. Бесезда считается второй академией в Вашингтоне. Филипп провел в ней три года. Здесь он получил базовые футбольные знания. Так как Бесезда сотрудничает с английскими клубами, лучшие игроки команды имеют возможность пройти стажировку в Англии. Багданов в 13 лет отправился в лондонский Фулхэм, где неделю тренировался с местными сверстниками. А также сыграл в составе дачников против Ливерпуля. И его команда победила со счетом 5-2. После того, как Филипп отлично себя проявил в играх чемпионата по своему возрасту, на него обратили внимание скауты главной академии в городе DC United. Это уже совершенно другой уровень. Главная команда DC выступает в МЛС на ведущих позициях. В нынешнем сезоне они находятся на третьей строчке в Восточной конференции. И скорее всего без труда выйдут в плей-офф. А главной звездой команды является легенда МЮ Уэйн Руни. Вообще академии МЛС это целый механизм по созданию профессиональных футболистов. Каждый год юниоры проходят через жесткий отбор, чтобы оставаться на высоком уровне. Игроки относятся к тренировкам, сборам и играм со всей ответственностью. Потому что знают, что есть толпа мальчишек, в том числе не только из Америки, которые могут уже завтра оказаться на их месте. Причем отношение клуба ко всем возрастным категориям тоже профессиональное. Помимо привычных тренировок на поле, в академиях есть занятия в залах, обучение тактики и видео обзоры игр соперников с использованием инстата. А также занятия йогой, благотворительные акции, встречи с психологом, командные праздники и многое другое. В Америке чемпионат среди академий проходит по следующей системе. В сезоне команды делятся на побережье и играют между собой. DC United выступает на восточном побережье. В нем играют 20 академий и 4 из них представляют клубы МЛС. В конце сезона 5 команд выходят на летний чемпионат США, где борются с лучшими коллективами со всей страны. Также 2 раза в сезоне устраиваются шоу-матчи. Аналоги матчи всех звезд в МЛС, НБА и НХЛ. А еще все академии МЛС участвуют в престижном турнире Generation Adidas Cup, куда также приезжают команды из европейских стран. Команда Богданова каждый сезон выходит в плей-офф и является одной из лучших на своем побережье. Правда добиться главной победы пока что не получилось. Год назад Филипп отправился на свою вторую стажировку в Европу. Его семья отправила нарезку игр в Питерский Зенит. И тренеры, просмотрев материалы, решили пригласить игрока на товарищеский турнир. Богданов сыграл за сине-белоголубых в двух матчах и оставил хорошее впечатление у тренерского штаба. Но о полноценном переезде речь конечно же не шла. Кстати, возможно в скором времени он снова поедет в одну из команд Европы. С ним уже связывались несколько клубов, в том числе и испанская сельта. Сам Филипп признается, что на данном этапе оставлять семью он не намерен. И ему хотелось бы закончить школу в Америке. Кстати, об учебе. В отличие от российских футбольных интернатов, в США футболисты-юниоры ходят в обычные школы. Причем хорошее образование очень важно. В том числе оно дает тебе шанс стать профессиональным футболистом. Если у нас игрок, который занимается в академиях ЦСКА, Спартака, Локомотива и так далее, откровенно говоря, забивает на учебу и сосредоточен только на тренировках, матчах, сборах, инстаграме, модной прическе и дорогих вещах, то в Америке футболистам необходимо хорошо учиться, для того, чтобы поступить в престижный универ, где есть футбольная команда высокого уровня. Ведь если не получится пробиться сразу в профессиональный клуб или же уехать в Европу, то можно попасть в МЛС через студенческую лигу. В отличие от нашей страны, студенческий спорт в Америке – это одна из стадий становления спортсмена. По итогам сезона в университетской лиге 70 лучших игроков выбираются на драфте клубами МЛС. Но право первоочередного выбора есть у академии, которая воспитала игрока. В случае Богданова – это DC. В феврале этого года Филипп был вызван на сбор национальной сборной России Ю-16, где провел одну игру против Сербии, а в скором времени, возможно, его снова позовут на очередной турнир. Правда, я бы на месте РФС проявлял больший интерес к этому талантливому полузащитнику, ведь он уже был на тренировочных сборах сборной США. И как сам признается игрок, несмотря на то, что он себя считает русским, если Американская Федерация будет активно вызывать его на игры, а сборной России игнорировать, то выбор будет сделан в пользу США. Как бы потом российским тренерам не кусать локти от осознания своего просчета. Этим летом 16-летний Филипп Богданов уже тренируется с профессиональной командой «Лоудон Юнайтед» из второй по значимости Лиги Америки. Как вы, наверное, уже поняли из нарезок игр Филиппа, он центральный полузащитник, но также может сыграть на позиции опорника или атакующего хава. Лучшими игроками своего амплуа футболист считает Андреса Иньесту и Фрэнки Де Йонга, а кумиром для него является Криштиано Роналду. Что касается самого Богданова, то его лучшие футбольные качества – это видение поля, точность дальних и коротких передач, отличная техника и креативность в атакующих действиях. Но игроку нужно прибавлять над физикой и скоростью. Безусловно, уже сейчас можно говорить о том, что Филипп Богданов – это футболист, который в будущем может играть в топовом европейском чемпионате. Но для этого ему необходимо не избавлять обороты и работать над собой. Во всяком случае, менталитет игрока позволяет на это надеяться. Если вы думаете, что МЛС – это лига, в которую едут зарабатывать и доигрывать футболисты, кому далеко за 30, то это не так. Можно привести в пример множество игроков, которые в юном возрасте перешли из клубов МЛС или из Академии США в топовые европейские команды. Например, Уэстон Маккенни из Шальке, Деандре Едлин из Нью-Касла, принадлежащие Ман-Сити, но играющие в арендах, Эрик Палмер Браун и Джек Харрисон, а также Кристиан Пулисик из Челси и Альфонсо Дэвис из Баварии. Я советую вам уже сейчас начать следить за карьерой Богданова, потому что потенциал в этом парне огромный. И кто знает, возможно именно он через несколько лет будет одним из лучших российских футболистов. По традиции я оставлю ссылку в описании на инстаграм героя выпуска. А если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, но самое главное, любите наш футбол. Всем пока!